а спонсор нашего видео хорошая погода я разбил свою камеру но не камеру а защитное стекло и блин ну это будет это будет подло с вашей стороны если вы не поставите лайк мне обидно привет народ с вами я алекс и нас 5000 человек это просто в а точнее 5401 подписчик было тогда когда я писал сценарий для этого спасибо вам не безумно приятно мне безумно приятно что вы оставляете мне комментарии мне безумно приятно что вы пишите мне в контакте положительные отзывы не безумно приятно что я научил вас чему-то и конечно же мне безумно приятно что вы смотрите меня и в честь 5000 на нашем с вами канале четвертая часть самых простых элементов на турнике в этой части я собрал для вас самые простые технические элементы и выучить их может даже шестилетний ребёнок. Ну, это я так сказал, чтобы вы не писали вот такое. Дурак, 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 какие лёгкие? Да не лёгкие, лёгкие, лёгкие. И ещё я не знаю, делать мне пятую часть самых лёгких элементов или нет. Напишите в комментариях. Ну, а мы начинаем. Оборот в упоре. Очень простой технический элемент. Делается с переднего упора. Резким махом ногами по кругу. Напоминает подъём с переворотом. Ребята, я хочу вас. Следующий элемент является усложнением обычного топорика. Топорик на 180 и топорик на 180 с зацепом. Элементы похожи друг на друга. Они практически одинаковы. Только в конце последнего, в последний момент хватаемся за турник. А далее у нас гробики с седа. Вот я знаю. Сейчас в комментах напишут что-то вроде Эээ, ты дурак что ли? Это сложный элемент. Нет, это то же самое, что топорик. Просто страх перед его выполнением гораздо больше. Всё, что надо сделать, это упасть из седа и отпустить колени, как на топорике. Далее у нас замок. Технический выход на две напрямые руки. Раскачиваемся и на махе назад плечами притягиваем себя к турнику. Обороты в замке. С упора двумя нижними хватами выкидываем своё тело как бы в стойку и круговым движением машем назад и делаем тот же замок и снова повторяем то же движение, как бы имитируя обороты. Если вы боитесь, поначалу можете попробовать в лямках. Флажок на локте. Это тот же крокодил, только немного специфичный. Хватаемся одной рукой за турник таким образом, а другой локтём подпираем себя возле живота. Перелёт на 180. С переднего упора перепрыгиваем через турник и хватаемся за него. Всё красиво и эпично. Рывковые выходы на брусьях. Ставим локти на брусья и резким рывком ногами и руками выталкиваем себя на прямые руки. Хлопок за спиной. Раскачиваемся как на замок, но немного не делаем его до конца. Отпускаем руки и хлопаем за спиной. Для начала можете просто отпускать руки, а потом, уже немного избавившись от страха, делаете уже полностью элемент. Санжировка. Этот элемент очень простой и достаточно красивый. Раскачиваемся и в тот момент, когда мы вылетаем вверх, резко разворачиваемся на 180 градусов. Ребят, вот вы и дождались четвертой части. Спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И, кстати, пишите в комментах, какие элементы вы умеете с этого видео. И, блин, пишите, какие элементы вставить в пятую часть. В пятую часть точно будет, и там будут очень крутые элементы. Так, что там дальше? Добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочки все в описании под видео. Спасибо вам огромное за просмотр. С вами был я, Алекс. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова